Всем привет! Это видео о том, как обновить BIOS и стоит ли это делать. В моем предыдущем видео под названием «Как войти в BIOS или UEFI» я рассказываю, что такое BIOS и UEFI, какие виды этих микропрограмм существуют, как войти в BIOS или UEFI, а также как загрузить компьютер с флешки или DVD диска. Ссылка на данное видео будет в описании. В каких же случаях нужно обновлять BIOS? Если ваш компьютер работает без каких-либо проблем, а также все подключенные устройства к вашему ПК не имеют никаких проблем с работоспособностью, то обновлять BIOS не нужно. Если же у вас относительно старый компьютер и вы не можете корректно подключить какое-то устройство, то обновление BIOS может решить данную проблему. Также при установленном Windows 8 или 10 на старом ПК, обновление BIOS может решить проблему с неправильной работой некоторых драйверов. Иногда при попытке установить Windows 10 на старый компьютер, можно столкнуться с таким вот зависанием экрана, в первом же окне после загрузки компьютера, и невозможностью дальнейшей установки системы. Ранее я лично сталкиваюсь с данной проблемой, и ее решением стало обновление BIOS до последней версии. Хочу сразу заметить, что обновление BIOS очень рискованный процесс, и при каком-либо сбое исправить ситуацию будет гораздо сложнее, чем переустановить Windows. Также перед тем, как приступить к обновлению, полностью зарядите батарею ноутбука, или используйте источник бесперебойного питания для компьютера, чтобы отбезопасить себя от внезапного отключения электричества при процессе обновления. Если вы все-таки решились обновить BIOS, то в первую очередь нужно узнать название и модель вашей материнской платы, и текущую версию BIOS. Если же у вас собранный компьютер или ноутбук известного производителя, например Dell, HP, Acer, Lenovo и так далее, то вместо названия материнской платы нужно узнать модель вашего компьютера. Название материнской платы можно узнать несколькими способами. Первый способ – это просто снять крышку корпуса компьютера и посмотреть на саму материнскую плату. Как можно видеть с примера, это огромная надпись по центру материнской платы. Второй способ – это нажать сочетание клавиш Win plus R и ввести MS-Info32. В строке «Изготовитель основной платы» и «Модель основной платы» вы и обнаружите название и модель вашей материнской платы. Здесь также можно узнать текущую версию BIOS, которая установлена на вашем ПК. В строке «Версия BIOS» вы и сможете обнаружить данную информацию. В случае, если вы не знаете модель вашего компьютера или ноутбука, здесь также можно найти эту информацию в строке «Изготовитель» и «Модель». Третий способ – узнать название и модель материнской платы, запустить команду и строку и ввести по очереди две следующие команды. Данные команды будут в описании под видео. Первая команда позволяет узнать название материнской платы. Вторая – «Модель». Используя название и модель компьютера, введите в поисковой системе аналогичный запрос «DEL Optiplex 790 BIOS Update». В вашем случае это также может быть имя модель материнской платы, например, «Gigabit». Переходим на первую найденную страницу и смотрим на ее содержимое. Здесь я и могу скачать последнюю версию BIOS для моего компьютера, кликнув на «Загрузить файл». А также можно просмотреть предыдущие версии BIOS и поддерживаемые системы, а также прочитать инструкции по установке и важную информацию. Если вы убедились, что именно этот BIOS вам нужен, то скачиваем данный файл. Обновить BIOS можно в системе DOS, в самом BIOS, или же в среде Windows. Я рекомендую обновлять в среде Windows, так как это самый простой для понимания способ, с которым может справиться даже новичок. Хочу заметить, что в зависимости от производителя материнской платы и модели компьютера, эти программы могут очень сильно отличаться от той, что буду использовать я. А также могут сильно отличаться действия, которые нужно провести для успешного обновления BIOS. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед обновлением, которую можно также найти на сайте. Итак, закрываем все программы, которые только можно закрыть и запускаем скачанный файл. После этого я вижу окно предупреждения, что будет произведен процесс обновления BIOS. И нужно закрыть все открытые документы и программы. Нельзя прерывать данную процедуру после старта и отключать компьютер от сети. Прерывание данной процедуры, скорее всего, сделает вашу систему неработоспособной. Нажимаем ОК. Видим снова окно предупреждения, хотим ли мы продолжить процедуру обновления BIOS. А также видим список отличий между установленным BIOS и его последней версией. Нажимаем ОК. И далее запустится процесс подготовки к обновлению. По завершении компьютер перезагрузится. Сразу после перезагрузки начнется процесс обновления BIOS, который в моем случае занял несколько секунд. И по завершении я увидел отчет о том, что обновление успешно завершено. Далее также была произведена перезагрузка системы. И после завершения загрузился рабочий стол. Никаких дополнительных действий для обновления BIOS делать не понадобилось. Для проверки успешного обновления можно также нажать сочетание клавиш Win plus R, ввести MS Info32 и в строке версия BIOS посмотреть на результат. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok